Наши, наши в эфире. Поэтому, если вы пишете песни, исполняйте их, звоните в нашу студию по телефону 200 ровно 2519 и приходите на наш эфир. А в гостях у нас сегодня группа «Авокадо», певица-автор-исполнитель Ирина Авакова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Также композитор, бас-гитарист группы «Авокадо» Владимир Тихонов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Композитор, автор-исполнитель Олег Андреев. Добрый день. Добрый день. И поэт-песенник Сергей Конырев. Добрый день. Здравствуйте. Чуть позже мы запустим голосование за песню Олега Андреева и группы «Авокадо» и песню того исполнителя, который наберет больше голосов, мы услышим в финале программы. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 200 ровно 2519. Задавайте вопросы нашим гостям. Также, дорогие радиослушатели, находите нашу группу ВКонтакте. Она так и называется «Наши» в эфире. Оставляйте свои заявки, и вы обязательно станете участником нашей программы. Ирина, я хочу с вас начать. У вас такое интересное оригинальное название вашей группы. Но все-таки, почему «Авокадо»? Почему именно такое название? И есть ли связь с вашей фамилией? Прямая связь с фамилией. Прямая связь вот в этой букве самой замечательной, да, которая по орфографии правильно «Авокадо», а у вас «Ава». А у нас «Ава», да. Но почему-то вот в рекламных постах чаще всего ошибаются. Я тоже ошибалась, когда печатала этот текст. Если кто-то будет искать в интернете, то, да, «Авокадо». Расскажите, а как название такое появилось? Фамилия человека Авакова. Фамилия такая. И потом хотелось что-то такое вот универсальное, применимое ко всему. И чтобы была связь с вами все-таки в этом названии. Авокадо в любом блюде принимает, вот именно, да, в любом салате принимает оттенки тех продуктов, которые рядом. Ну и вообще такое что-то митральное, вкусное, свежее. Но до этого ваш проект назывался, ваша группа называлась «Мохито», да, насколько я знаю? Или у вас сейчас и «Мохито», и «Авокадо»? Мы сейчас стараемся объединить это название, потому что состав у нас тот же. Но «Мохито» — это кавер-проект, то есть проект, который работает на корпоративах, вечеринках и всяческих праздниках. А «Авокадо» — это все-таки изначально был проект только авторской музыки. Но так как лица одни и те же, и с фамилией созвучно, то мы сейчас, в общем-то, объединяем, потому что, ну, в городе нас знают, и нет необходимости иметь два названия. То есть проще как бы уже зафиксировать «Авокадо», тем более это торговая марка уже наша, поэтому нам проще с ней официально работать. Спасибо, Ирина. Здорово, очень интересно. У меня вопрос к нашим замечательным гостям, коллегу Сергею. Добрый день. Добрый день. Вы пришли вместе в нашу студию, я так понимаю, вы каким-то образом взаимодействуете и сотрудничаете. Ну да. Расскажите, где познакомились? Где познакомились? С чего началось сотрудничество? Ну, наверное, я Олега искал, потому что я не пою, не играю, я только придумал тексты песен, а мне надо было человека, который пишет. А я люблю сочинять музыку на стихи. Да. И вот мы встретились где-то три года назад, написали девять песен совместно за три года. Первую песню мы писали пять дней, текст я написал в «Комсомольской правде», «Девушка из Белой Калитовой». И с этого вот три года мы уже пишем эти песни. Вот, а меня потрясла история Сергея, вообще, вот, преданность в любви к одной потрясающей женщине. Нет, ничего, ничего. Ничего, могу рассказывать? Нет, не всё. Хорошо. Это про девушку из Белой Калитвы? Нет. Нет? Это не про девушку из Белой Калитвы. Но, в общем, просто потрясающая история, вот, как человек влюбляется ещё и в молодом возрасте в девочку и проносит эту любовь через всю жизнь. И, не знаю, могу ли это говорить, но практически большая часть песен вот написана именно посвящена вот этой женщине. И этот пример, конечно, потрясает и меня, и я черпаю вдохновение для музыки, для этих стихов. И... Ну, стихи, да, стихи можно многим писать, а песни мало кому получается, вот так и скажу. Спасибо большое. Ирина, такой вопрос. Вот до определённого момента вы пели, вы были только кавер-группой, и в один какой-то момент прекрасный вы понимаете, что вы хотите писать свои авторские песни, да, насколько я понимаю? Ну, можно сказать, что да. Вот интересно, в какой момент у вас случился вот этот переломный момент в вашей жизни, когда вы понимаете, что вы хотите писать свои авторские песни? Или это вот само собой получилось? Вы знаете, он не переломный, то есть написание песен, это не что-то, что вот раз и спонтанно возникло. Это всегда было, то есть были другие составы, была другая музыка, есть очень много песен, которые просто идут в стол. А когда у тебя коллектив, с которым у тебя очень хорошая сыгранность, слаженность, и вы слишком много времени проводите вместе, то есть каждые выходные, мы с пятницы по воскресеньям, мы неразлучны. То есть мы постоянно где-то выступаем, работаем, у нас очень много поездок. Ну, как-то совершенно естественно, что с этими людьми ты начинаешь что-то творить. Ну, потому что невозможно все время переигрывать, это можно делать качественно, интересно, подходить к этому творчески, но хочется говорить что-то от себя. А музыка, она писалась, и песни писались и до этого, просто их не было в этом составе, потому что объем работы большой, и ну, как-то дозрели мы. А песни на заказ вы пишете? Ой, вы знаете, ну, как бы составом у нас такой практики не было. То есть я... Видимо, какая-то была все-таки. Конечно, я периодически пишу, ну, если честно, отдаю прям с авторскими правами, потому что, ну, скажем так, это не те песни, которые мне интересно оставлять для себя, потому что чаще всего это что-то вот действительно заказное. Пихо пораститься, да? А бывает такое, что вот написали заказную песню, а музыка до такой степени понравилась, что вот хочется взять слова переделать и под себя эту песню сделать? Вы знаете, не бывает. Не бывает. Я объясню, почему, да, это очень такой интересный момент, потому что заказные песни, во-первых, как правило, либо, ну, то есть это не какие-то там романтического характера, да, для певицы, нет, не такого плана. Для организации, для компании, то есть корпоративный гимн или песня, которую они там будут исполнять с коллегами на застолье, либо там жена хочет сделать подарок мужу, то есть вот такого плана песни. И оставлять их не совсем интересно, потому что чаще всего это очень минимальный, минимальный аккордовый там, тональный строй, то есть набор инструментов, потому что люди же их преподносят как свои. Они все-таки смысловую нагрузку несут именно в тексте, правильно? Безусловно, ну, то есть я пишу их не совсем от себя, я слушаю историю там, либо историю компании, которая хочет подчеркнуть там свои заслуги, то есть то, чем они занимаются, для чего им эта песня, какой-то дух боевой поддержать, поэтому я уже пишу как бы абстрагировавшись, то есть я считаю себя вот как бы членом этой компании, я коррелирую потом этот текст и музыку с ними. Спасибо, Ирина. Олег, Сергей, ну скажите, к вам ответный вопрос, было ли такое, можете, вот кто-то к вам пришел, сказал, ребята, нужна песня на заказ для мероприятия, для нашего праздника, расскажите, можете? Ну, с удовольствием, и всегда так и делаем, и получается. И вот Ирина рассказывала про то, как вот сложно вкладывать вот какие-то свои эмоции в тексты, не твои. И вот могу сказать, что то же самое происходит вот со мной, вот с теми текстами, которые мне приносят, и ты понимаешь, что тебе нужно просто вжиться в эти слова, как будто бы ты написал это, как будто бы ты пережил вот всю эту историю, и вот только тогда что-то получается. И причем я знаю, что я могу написать песню за 15 секунд, вот, ну, вернее, не за 15 секунд, а вот за то, может быть, за 15 минут все таки есть. Сколько звучит эта песня. Вот я часто беру какие-то тексты и просто листаю, и наигрываю, сразу как бы импровизирую. И получается, вот, просто мои хиты, вот, которыми я горжусь, которые вот в дальнейшем там ранжирую и так далее, вот, а есть такие тексты, которые мне приходится полгода просто вынашивать, и вот, чтобы прожить это. И тогда музыка, она сама рождается. Вот я ничего не делаю, она просто вот, ты-ты сел, и вот оно само играет и само поется. Вы знаете, вы сейчас, мне кажется, расскажете про какие-то вот ваши совместные проекты, да, совместные безвестные. А вот я немножко хотел задать другой вопрос. Вот пришли вам, принесли текст о гимн компании, которая производит чистящее средство. Сможете ли вы ее... Мужица! Мужица! Это еще не самый лучший проект. Это сложнее, наверное. Ну, на самом деле, было такое, вот, писал песню для одной медицинской компании, ну, знаете, я... Которая производила что? Вот, которая лечила людей, вот. И все получилось, да, Олег? Да. И с удовольствием, на самом деле, я это написал, такой бодрый получился ритм, и мне кажется, что работа была неплохая. Здоровительная. Замечательно. Здоровительная точно. Ну что ж, я думаю, что сейчас самое время послушать песню, и это будет песня группы Авокадо. Авокадо «Корабли». Послушаем, и потом поговорим о ней. Наши в эфире. В эфире. В эфире. Соленой водой по щекам наши сорок. Так утомительен конфликт, а ты к нему почти привык, а ты спокоен. Я не хочу с тобой войны Но знаешь, каждый за себя в открытом море Кругом вода, одна вода И нет ни берега, ни дна Это не твоя вина Ты полсотни мили до земли Мне страховка не нужна В этом море тонуть корабли Тонуть корабли Когда закрываю глаза, вижу море И пропасть лежит между мной и тобою Но слушай, мы как корабли Столкнулись с берегом любви под разным флагом Я не хочу с тобой войны Но слишком разные пути И мы не рядом Кругом вода, одна вода И нет ни берега, ни дна Это не твоя вина Ты полсотни мили до земли Мне страховка не нужна В этом море тонуть корабли Это не твоя вина Ты полсотни мили до земли Мне страховка не нужна В этом море тонуть корабли Это не твоя вина Ты полсотни мили до земли Мне страховка не нужна В этом море тонуть корабли Тонуть корабли Тонуть корабли Тонуть корабли Тонуть корабли Авокадо Корабли Сергей Конорев Олег, Сергей, ну вот послушали мы Песню Корабли в исполнении группы Авокадо Она расскажите, какое-нибудь впечатление оставила? Очень позитивная Крутая песня, которая сразу запоминается Очень приятная аранжировка Прямо браво Молодцы Я по знаку рыба Люблю воду, хотя плаваю плохо Но воду люблю И она действительно хорошая танцевальная Песня для молодежи Прекрасная песня У нас есть телефонный звонок Мы сейчас послушаем Надевайте наушники, а потом еще поговорим об этой песне Здравствуйте, вы в прямом эфире Представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Анатолий Мне очень нравится творчество группы Много интересных моментов Хотелось бы поинтересоваться Какие-нибудь ближайшие Большие выступления у ребят намечаются Чтобы так прийти С компанией, с друзьями Спасибо большое, Анатолий, за вопрос Спасибо за вопрос Я думаю, это не будет считаться рекламой Абсолютно Если мы расскажем о каком-нибудь концерте Например, 10 сентября У нас будет выступление в клубе Максимилиан Это в горизонте у нас такое заведение открылось Там очень хороший, мощный звук То есть можно прийти, потанцевать Там будут и авторские композиции И каверы И буквально вот в эту субботу 27 августа В 8 вечера мы будем выступать В ресторане Яла На открытой летней веранде Здесь формат несколько другой Он не танцевальный Будут опять-таки Половина концерта будут наши песни А половина это кавер-версии Но необычные Это лаунж Это очень интересная аранжированная музыка Качественная, западная То есть все как бы будет на высшем уровне Поэтому приходите, будем очень рады Приходите, Анатолий, обязательно Ирина, все-таки возвращаемся к песне Когда вы мне присылали свои песни Вы высказали свое пожелание Чтобы именно эта песня прозвучала в эфире Я вас услышала, эта песня прозвучала Но у меня в свою очередь возник вопрос А чем же так символично, так дорога для вас эта песня? Я чувствую, что здесь есть какая-то определенная история Вы знаете, честно скажу, дело не в истории То есть эта песня по аранжировке и по сведению Одна из поздних Корабли это одна из первых А вот песня про любовь, она одна из поздних И когда мы начали записывать свою музыку на студию Мы ездим записываться в Краснодар на студию То есть здесь мы себе приюта в этом смысле не нашли Там замечательный звукорежиссер То есть нам комфортно с ним работать И постепенно у нас в процессе записи менялись аранжировки То есть песня звучала каким-то определенным образом А потом она начала видоизменяться Про любовь это поздняя песня И это вот та аранжировка, где мы единогласно, мы постоянно спорим Не ругаемся, но очень активно спорим И здесь у нас по аранжировке Вот абсолютно мнения сошлись То есть мы ее считаем законченным, готовым продуктом Это вот ровно то, что мы хотели сказать Не больше и не меньше того Потому что всегда хочется что-то изменить Хочется переделать И кажется, что ты сделаешь еще лучше И это не есть движение вперед Нужно время остановиться Ты просто топчешься на месте, да И как бы останавливается процесс Потому что время движется Спасибо, Ирина Владимир, расскажите, ну вы написали музыку к этой песне Да, я написал музыку к этой песне А вы так скромно сидите Ну, я же ничего не говорите Пока я субординацию, да Вот, с этой песней, как бы, да Это была одна из первых песен Вот, которую мы сделали, записали Корабли, Володя, корабля Да, 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 вот И, как бы, вообще процесс создания этой композиции В принципе, был, ну, несколько Вот тут описывали ситуацию Когда пишется текст вначале, да, допустим Потом он как-то переживается Пишется музыка Здесь, как бы, в принципе, музыка написалась Даже, если я правильно говорю Раньше текста Да, такой редкий случай Или этот процесс шел, как бы, ну, параллельно где-то То есть, как бы, писалась музыка И вообще, я больше все-таки сторонник Я все-таки начинал с музыки Всегда писать песни Потом к этому берется уже, создается какой-то текст Ну, рыба так называемая И потом над текстом ведется работа То есть, как бы, музыка первичная Спасибо большое, Владимир Вот в этой песне, как бы, как раз-таки музыка была На 80% создана до текста Затем Ира уже работала Тоже у нее определенная была, конечно, там, тема Творческое создание текста Ну, Тимур, я вижу, что у нас сегодня в студии Собрались все профессионалы И хочется спросить все-таки О вашем музыкальном образовании Олег, вот мы с вами, по-моему, учились В консерватории, да? Вы тоже закончили Расскажите, пожалуйста, на каком отделении? На фортепианном отделении я учился в классе профессора Владимира Владимира Верловского И потом закончил ассистентуру, вернее, ассистентуру, стажировку двухлетнюю Вот По классу чего? Тоже по классу фортепиано А когда же вы запели, Олег? Фортепиано, фортепиано Как родился, я взял феглю Вот, закрыл на диван и начал орать Газманова Вот, и тогда мама сказала, все, этот парень Просто Будет А что за Газманова? Из Саула, да, наверное? Господи Откуда вы знаете? Все невозможно, наверное Скажите, пожалуйста А как вы начали писать стихи, Сергей? Я? Давно ли это произошло? И при каких обстоятельствах? Это было, наверное, давно Еще в школе Вот, даже некоторые стихи мои читали в школе Очень хорошо читали А потом я бросал это дело Не один раз Почему? Бросал Ну, кто-то Какие-то обстоятельства были Знаете, вот Вообще такой минор, что нельзя ничего не написать Вот Были перерывы, когда не писал годами То есть Тяжелые обстоятельства А потом к этому возвращался Я писал в основном стихи То есть я не писал тексты песни Стихи писал, конечно Сейчас вы именно активно пишете, да? Я так понимаю Стихи Стихи, да А Олег поет Олег поет, да Мы с ним даже какие-то строчки Нас Остыкуемся, поет, да Замечательно Тандем Я предлагаю послушать Что получилось из вашего совместного творчества Получилось, да Это песня о нашем замечательном городе Вечернем Ростове Послушаем и поговорим А мы не будем слушать Наши Наши В эфире Гуляют в полнах яхты Словно лани Я помню, как меня околдовали Ростовские вечерние огни Но я судить не вправе Своё сердце Которое связал Своей судьбой Пусть лита сказка Это бесконечно Под южной золотистою луной Поверь, Ростов Любимый мой Ростов Что для любви большой Не надо громких слов Любимый мой Красавец На дону За верность и любовь Тебя Пока дарю Начал судьба Разлуку На года Обратно к дону Сердце Позови И ежедневно Чайки У причалов Встречают Провожают Корабли Ты только не задуй Холодный ветер Ростовские огни На правом берегу Зазначь Ростов Светанье В лунный вечер Ведь я тебя По-прежнему Люблю Поверь, Ростов Любимый мой Ростов Что для любви большой Не надо громких слов Любимый мой Красавец На дону За верность и любовь Тебя благодарю Поверь, Ростов Поверь, Ростов Любимый мой Ростов Что для любви большой Не надо громких слов Любимый мой Любимый мой Красавец На дону За верность и любовь За верность и любовь Тебя благодарю Тебя благодарю Тебя благодарю Тебя благодарю Тебя благодарю За верность и любовь Вечерний Ростов Вечерний Ростов Здравствуйте, представьтесь пожалуйста, вы в прямом эфире Здравствуйте, меня зовут Владислав У меня вопрос к вашей гости Как в наше время Талантливому исполнителю В век информационного перенасыщения Не имея длинного рубля И продюсерской поддержки Обрести свой круг внимания Фанатов, так сказать Спасибо большое Владислав за вопрос Я узнал его, Влад, привет Поделитесь секретами Это мой товарищ Владислав Кульнев, замечательный ростовский Поэт Долгое время он жил в Москве Но все-таки вернулся Интересные, да, творческие вещи Но, к сожалению У нас талантливым людям Особенно как бы, да, без каких-то Крупных финансовых возможностей Тяжело двигать свое творчество А уж тем более поэтам Тут нам, музыкантам Тяжело Песни вроде как легче достучаться Да, поэтому, по-моему, совсем тяжело Практически невозможно Да Поэтому прошу любить и жаловать Стихи не процитирую Так как не помню Но Владика Мы поверим вам на слово Да, очень приятные поэтические вечера проходят Сейчас у него проводятся квартирники Дома Ну все-таки давайте ответим Вопрос Не увиливайте Вопрос, насколько помню про длинный рубль Ну так вот, если как-то Как без массового продюсирования Вы пытаетесь достучаться до своего слушателя Да как? Я уже не пытаюсь Честно вам скажу Мы уже сами вас приглашаем Да, Ирина? В эфир Что значит до массового слушателя? В формате, хотя бы там общероссийском, да Я считаю, что на сегодняшний день Ну, если это и возможно То нужно обладать каким-то таким удивительным характером Коим я, если честно, не обладаю То есть было замечено, что я человек ранимый, эмоциональный В меру пробивной, но не настолько, чтобы добиваться каких-то там продюсерских прослушиваний То есть я могу не выдержать, повернуться и уйти, потому что Но все-таки вас многие знают, Ирина Слава Богу, знают Знают почему? Потому что даем концерты, потому что не останавливаемся Несмотря ни на что В общем, только вперед Движение только вперед Спасибо большое Я хочу вернуться к песне Мы послушали прекрасную песню О вечернем Ростове Сергей, я так понимаю, что вы автор слов Да И, насколько я знаю, вы даже хотели, чтобы эта песня стала гимном нашего города Но что-то у вас там не получилось Вот расскажите, что там была за история Что не получилось Значит, песня, конечно, была сложная Потому что припев в песне как-то другой был Более лиричный припев Не было этого припева Что-то там было и про русалку То есть лирическая песня Что касается гимна Да, я слышал последние гимны, которые были представлены Не будут люди эти гимны петь, сразу говорю Которые были представлены То есть вот эти четыре песни Да Они будут, да, может быть, они будут существовать Но петь их люди не будут Я сразу говорю Не первый, не второй, не третий, четвертый А как вам выбор финальный? Вот это голосование, что оставили все-таки Ростов Город, Ростов Я считаю, это самое правильное Если он останется Да, если останется, не надо трогать Пусть песня звучит Кстати, авторские права тоже хотели отбирать Я говорю, а почему авторские права отбирает? Вот, авторские права Я вообще, она песня называлась Когда она была опубликована в вечернем Ростове Она называлась «Посвящаю моим внукам» Я же внукам посвятил Потом я назвал «Вечерний Ростов» Когда слова поменялись, припев И мы ее вспомнили с Олегом В 2014 году Это была единственная песня на 265 лет Которую, в общем-то, исполняли по радио На празднике города Это очень здорово и очень прекрасно У меня была похожая ситуация С моей песней, которую тоже не взяли Хотя она крутится на радио регулярно Вот То есть достаточно много людей ее знают Но давайте не будем сейчас говорить о грустном Все к лучшему идет И не объективно, может быть, иногда Все-таки музыка – это вообще понятие субъективное И тут объективно очень сложно оценивать Ирина, Владимир, скажите Ну вот, послушав эту песню Как вы считаете, могла бы эта песня стать нашим гимном нашего города? Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки «Скорее нет» Она просто недостаточно плакатная В припеве вот нету этого, что, знаете, масс-культура Она более лирическая И классная аранжировка Очень плакатный звук, но звучит прозрачно То есть есть акустические инструменты Мне очень нравятся Вот гитара, вот этот шелест этот как бы дает такой объем И соло, всякие интонации есть, перкуссия все это Ну класс, она приятная Мне очень настроение понравилось у песни Она абсолютно светлая, она безнадрывная, что у нас большая редкость То есть она вот именно безнадрывная Это действительно приятно Пускай песня про правый берег Она, знаете, напомнила вот мне чем-то, но не знаю, насколько это уместно сравнение Вот Виа наша советская Семидесятых, восьмидесятых Синяя птица, Ариэль Вот мелодика Вот такая, наверное, что-то Вот такое Мне нравятся эти группы очень Олег, вы написали музыку к этой песне? Да Скажи, кто участвовал на ней? Легко было писать, расскажите Было писать очень легко Потому что тут как раз-таки был такой период Когда я учился И для меня Ростов, он значился в двух пунктах Это консерватория, общежития И вот это расстояние И я его не видел Я его не знал, какой он на самом деле есть И когда я закончил консерваторию Когда вообще я понял, что есть какие-то парки красивые Есть концерты, есть мероприятия, которые вдохновляют И ростовчане, сами как люди, очень на самом деле Жёсткие, мне кажется, в какой-то мере Но очень отзывчивые Душевные Очень душевные, да И вот тогда я смог пропитаться и этими словами И сделать эту песню так, как я её вижу Ну вы меня прям напугали То есть вы пять лет учились И у вас не было времени Как вы хотели, извините Что действительно вас так загружали Наверное, теория музыки вашей любимой, да? Ой, ну, я специально за это Субтитры Мы субтитры за живое, да За живое, конечно Ну почему у вас такая история была интересная? То есть вам этот предмет вообще не давался, да? У вас там с аккордами, с гармонией проблема была? Да, на самом деле никакой проблемы не было Просто я не знал, зачем мне это нужно С самого детства, сколько я помню, там, в шесть лет Когда я впервые понял, что если брать ноты через клавишу, то звучит Просто звучит уже Вот, потом чуть-чуть спустился на одну клавишу О, тоже звучит Оно ещё на дну А если вместе все? Всё звучит Супер И всё вместе взял, оба, тоже звучит И всё И я уже начал вот ими мыслить Начал вот играть на всю клавишу Именно гармония, вот название аккордов вы никак не могли забывать Не давалось Я знал, что это ля минор, соль Там, допустим, мимажор Вот такими вот более джазовыми, на самом деле, понятиями мыслить Но всё-таки четвёрку вам ставили Да, а вот все эти там, D64, там, вот, плюс 7, минус 5 Вот мне это не давалось Вот поэтому я просто не знал, как это Бывает же такое, да, Тимур? Да, бывает И у меня вот сорвались все красные дипломы Что в музыкальной школе у меня были все пятёрки Одна, четвёрка по сольфеджу И то натянули, чтобы просто вот не было вот трояка Безгармонии, вот Такого светящегося А вообще у вас музыкальная семья? Кто-то вам подсказывал? Семья музыкальная, но не профессионалы Мама педагог английского языка В музыкальной школе она училась на фортепиано Папа инженер-механик Но у него полосознанно собрана огромная коллекция Пластинок классической музыки И вот с детства я это всё убирал, всё это он ставил Вот всегда у нас звучала музыка И, конечно, папа всегда был один из первых и вдохновителей И критиком Вот если он слышит, что песня звучит, я там импровизирую Вот он говорит, заходил, говорит, Олеж, да, ещё раз Эту песенку Интересно И я понимал, что это песня, которая может жить Потому что процесс был такой, что мама сочиняла очень много стихов И я брал эту тетрадку и подряд листал и играл И вот просто как плейлист Мои родители слушали и выбирали Так, Олеж, вот эту, вот эту песню и вот эту Замечательно А, Сергей, у вас музыкальная семья? Нет, я вообще, я слух, видно, потерял в детстве Музыку любил, да, слушал, разбирался Но по аккордеону я, говорю, он пометал А сочинять я ничего не мог Хотел бы не мог Ирина, у вас даже страшно спрашивать У меня? Нет, у меня не музыкальная семья Нет? Нет А у меня мама филолог Я, собственно, тоже филолог по образованию Филолог-журналист Ну, а какую музыку в семье слушали? Любили ли музыку, пели? Да вы знаете, как-то у меня все-таки, наверное, просто у самой возник интерес Ну, я сейчас предлагаю послушать еще одну вашу песню Эта песня будет про любовь Послушаем, потом поговорим Наши в эфире Повесть окончена Станем печалом для нового дня Первыми строчками Первой луной, первым сном Без тебя без наготочия Бездна печали пустая, как ночь Надо бы справиться Я так долго летала над городом Крылами меряло стороны Остановите северный ветер Не прилететь В югу, где нежно и солнечно К морю соленому синему Снились мне стройные сильные Пальмы с зелеными листьями Приснилась мне Гладь воды Я крепко сжимаю твою руку Словно предчувствую разлуку Прости Я так долго летала над городом Крылами меряло стороны Остановите северный ветер Не прилететь В югу, где нежно и солнечно К морю соленому синему Снились мне стройные сильные Пальмы с зелеными листьями И полных кустальными брызгами Солнечный диск над водою Мне казалось, во вселенной мы Одни Держи меня Я стала небесомой И тоску любого жалью ты Держи меня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Летало над городом Крылами мерил основанный Остановите северный ветер Не бы лететь В юг, где нежно, солнечно К морю солёным и синему Снились мы стройные сильные Вольмы с зелёными листьями Волны кустальными брызгами Солнечный диск нападаю Мне оказалось во вселенной Мы одни Держи меня Я стала некрасовой И тоску группа большой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши... Наши... В эфире Мы вновь в студии только что Мы послушали песню про любовь В исполнении группы Авокадо Напомню, что мы работаем в прямом эфире 200 ровно 2519 Вы можете звонить нам Задавать вопросы нашим гостям А также высказывать мнение Об их творчестве Олег, Сергей Вы слушали Я видела Вижу по глазам, что Песня вам понравилась Очень понравилась песня Настоящая Искренняя Классная разжировка Какие-то фишки найдены Интересные, которые запоминаются Смелые достаточно Особенно в припеве Когда на каждую долю Идут такие Такая вот атака Очень Для меня даже поучительно Может быть в каком-то моменте Спасибо за хороший саунд Спасибо за приятный голос И мне понравилась Очень приятный голос А мне понравилась гитара Очень Мне слова понравились Вашему мифористу будет очень приятно Слова, чувства Хорошие У вас гитара приятная Очень приятная Ирина, скажите, пожалуйста Помимо того, что вы поете в клубах На различных мероприятиях В каких-то вот фестивалях Конкурсах Принимаете участие? Хватает на это времени? Вот очень хороший вопрос Времени хватает Никто не зовет Ну то есть я периодически Отправляю какие-нибудь заявки Но на Дон Шансон Вы же приедете? На Дон Шансон С удовольствием приеду Отлично А так как-то что-то нам С этим не везет Я не знаю Отслушивает кто-то это Или может все-таки Музыка не дотягивает Пока ответ мне не ясен Опять вопрос Про несправедливость У нас сейчас Справедливости нет Ну ничего В октябре На фестивале Дон Шансон Мы вас точно услышим Если сейчас Какие-нибудь музыкальные редакторы Этих конкурсов Слушают нас Наш вам совет Возьмите пожалуйста Группу Авокадо Потому что Радиослушателям Очень нравится Возьмите нас Возьмите нас Пожалуйста Олег Ну расскажите А вы Вот у вас Какой-то конкурс Был в Финляндии Я слышал Стали вторым лауреатом Второй степени Расскажите о своих конкурсах О фестивалях Каких-то Ну Я всегда хотел Путешествовать И в принципе Это и было Отправной точкой Почему я Захотел поехать На конкурс И тем более За границу И когда намерение Составляешь Собственно Наверное Как у всех Вот оно Как-то Вот мир Воплощает его В жизни И так получилось Что Очень быстро Нашел Нашел себе конкурс Откуда-то Пришли и деньги На него И Вот Я готовился Как сумасшедший Вот О том Что я видел Дорогу от консерватории От общежития И больше ничего Это Особенно Вот на тот период Очень актуально Да Когда ты занимался По 10-15 часов в сутки И это Было Конечно Помрачительно Но тем не менее Поездка была Просто великолепная Конечно И волнительная И Столько всего Увидел Подчерпнул Вдохновился То есть конечно Я приехал Другим человеком Не хотел бы там жить Вот Но Очень много Для себя взял Вот Ну а в качестве Певца Принимали участие В каких-то конкурсах В качестве певца Да Я принимал Участие в конкурсе Два года назад В На Темирницкой 45 Его называют Городское дом творчества Да И там проходил Конкурс песен К Дню Победы И вот я там Исполнял Две своих песни Вот собственно У нас на цикл Создан целый цикл И вот в прошлом году Мы исполняли Симфоническим оркестром На славу моей мамы И вот Мне там дали первую премию Вот Мы вас поздравляем Отлично Спасибо Сергей А вот вам такой вопрос Я хочу задать Есть ли у вас Какая-то вот такая мечта Что вы Мечтаете услышать Песню на свои стихи В какой-то Может быть Программе Или на каком-то Таком ответственном мероприятии Вот например У Тимура Песня «Мой Ростов» Звучит В одной из известных Программ В Ростове Есть какие-то у вас Такие чистолюбивые планы Да, я думаю Чтобы Олег мог бы спеть На больших площадках Речь идет О дворце спорта На театральной площади Почему нет Ко дню чемпионата Открытие Наши песни Именно И было не хуже Чем поет Московская попса То есть для чемпионата Вы уже что-то готовите Мы готовим В общем-то песни Почему О культуре О китах О кошках Хорошие лирические песни Тогда наверное Из них и прозвучит О девушках Мы вам желаем Успехов всячески В этом И желаем вам Конечно попробовать Свои силы На самых лучших Площадках нашего города Да Волос хороший У нас есть телефонный звонок Давайте послушаем А потом послушаем Песню в исполнении Лега Андреева Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Вы в прямом эфире Здравствуйте Я бы очень хотела Спросить Олег Андреев А он в Оксае В детской школе искусств Работал И работает До сих пор Значит это тот Ой Тот самый Олег Андреев Замечательно Очень приятно Это тоже из Оксае ДК Дружба Вахтер Очень приятно Я была у вас На концерте Вы с поспевого Исполняли песни Чудесно Вы гений Как вас зовут Меня Елена Елена Спасибо Спасибо Елена за звонок Если что я тоже учился Музыкантом Исполняли Оксае Если что Меня зовут Всем удачный момент Послушать песню Обязательно Давайте послушаем Давайте послушаем Песню в исполнении Олега Андреева Это песня Девушка Девушка Из белой Калитвой Слушаем Наши 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 В эфире Как печально Сегодня луна И гуляет По небу Одна Кто-то Встретился Ей на пути Уже черное окошко И девчонка Как эта луна Одиноко Стоит у окна И не может Никак отыскать На свидание Дорожку Девушка Из белой Калитвы Ты на свидание Ко мне Приходи Как увидел Тебя Ты вошла В мое Сердце Девушка Из белой Калитвы Жить не могу Без твоей Любви И пока Не ответила Нет Есть надежда Все решает На свете Судьба И она Нас с тобою Свела Вместе горы С тобою Свернем И прогоним Несчастье К окошку Посмотри же Скорей Из окна Видишь В двери Стучится Весна И по звездам Легко Отыскать На свидание Дорожку Девушка Из белой Калитвы Ты на свидание Ко мне Приходи Как увидел Тебя Ты вошла В мое Сердце Девушка Из белой Калитвы Жить не могу Без твоей Любви И пока Не ответила Нет Есть надежда Субтитры Девушка Из белой Калитвы Ты на свидание Ко мне Приходи Как увидел Тебя Ты вошла В мое Сердце Девушка Из белой Калитвы Жить не смогу Без твоей Любви И пока Не ответила Нет Есть надежда Девушка Из белой Калитвы Ты на свидание Ко мне Приходи Как увидел Тебя Ты вошла В мое Сердце Девушка Из белой Калитвы Жить не смогу Без твоей Любви И пока Не ответила Нет Есть надежда Наши Наши В эфире Мы вновь в студии Только что мы послушали песню Девушка Из белой Калитвы В исполнении Олега Андреева Я напоминаю Что у нас сегодня В гостях Группа авокадо Певица Автор-исполнитель Ирина Авакова Бас-гитарист Композитор группы Авокадо Владимир Тихонов Певец Олег Андреев И автор Сергей Конырев А у нас есть Телефонный звонок Давайте послушаем Здравствуйте Вы в прямом эфире Представьтесь пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Жанна Да, Жанна Слушаем вас Я желаю доброго дня Всем участникам Вашей программы Замечательной Спасибо вам большое Получилось И желаем успехов В творчестве Удачи У меня вопрос Коллегу Андрееву Пожалуйста Задавайте Жанна Олег Я знаю Помимо того Что ты поешь Песни Сергея Конырева Ну ты еще И являешься Композитором И аранжировщиком Этих песен И мы все слышим Как в твоих Аранжировках Искусно Переплетаются Звуки живых Инструментов Скрипка Гитара Виолончель Да порой И всего Симфонического Оркестра И сэмплов Расскажи Как Что ближе тебе Как ты так вот Умело Получается Сочетать Это все Спасибо Жанна За вопрос Спасибо большое На самом деле У меня есть Такая вот страсть Именно к живым Инструментам Именно к записи Работы С настоящими Музыкантами Живыми Может быть Лет 15 назад Еще не поняли Бый этот сленг Вот как-то Живые музыканты Что есть мертвые Но на самом деле Сейчас все знают Что в основном Аранжировщики Работают в виртуальных Студиях И там есть Огромные базы Всяких Инструментов Звуков И конечно Поле для деятельности Огромаднейшее Вот Но тем не менее Может быть Сказывается И какое-то Консерваторское Образование И вообще Любовь И к классической музыке Конечно Всегда хочется Какой-то Включить Живой инструмент Вот Конечно Моя любовь К скрипкам Она огромная Поэтому Очень часто Вот Приходят Мои друзья Скрипачи И мы Из одной скрипки Симулируем Симфонический оркестр Вот Там Верная скрипка Корпит Каждую песню Фишет По Несколько дублей 15-20 раз Там Первую скрипку Вторую Альта Вот И в общем Все это получается Такая вот Картинка Ну уже По крайней мере Живого Типа Симфонического оркестра Друзья из консерватории Приходят на помощь Выручают Выручают А потом Оставили Ну естественно За это Они приходят Спасибо большое Олег Я думаю Что мы ответили На вопрос Жанны Сергей Вопрос такой Вы же слова писали Да К песне Девушка из Белой Калифы Ну что же Заинтриговали Что же там за девушка Такая Самойской правде Опубликовал текст Самойской правде Ну была Кошка С одной стороны С другой стороны Девушка Они шли навстречу Друг к другу Девушка Три раза видел Вот Я думаю Что Если они услышат Эту песню Поймут Поймут Да Что песня получилась Я три года не писал До этого стихи Вот написал Песня получилась Ирина А у вас какие впечатления Мне очень понравилось Светло Легко Волшебно Очень Чувственно Чувственно Да Владимир Хорошо Да Я фортепиано Очень люблю Любимый инструмент Вот А хорошо Что она именно так Сааранжирована То есть Не добавлено Никакой ритм Секции В ней нет Барабанов И прочего Что она именно такая Припев усилен Как бы Действительно Фактурой Всем На самом деле Текст такой Да Не надо никому Ничего доказывать Она такая Знаете Реально Смотрю На Евровидении Были песни Вот такого плана Когда под фортепиано Это намного По моему Не надо У нас остается буквально Пара минут Давайте поговорим о том Над чем сейчас работаете Новый альбом Новая песня Олег Сергей Ну что Мы наверное Закончим Скоро альбом Да Еще песни Три-четыре Нам не хватает Сколько у вас будет Девять написано Осталось Полгода Год от силы Вот Условное название Ну несколько Сердце в зените Сердце Где-то в высоте Так условное название Альбома Ирина Владимировна У нас в стадии сведения Альбом То есть у вас уже Все готово Фактически Все готово Но сводим мы Честно говоря Очень долго Возможно допишем Что-то еще Потому что уже Времени прошлось Написание этих песен Много Много чего поменялось В жизни Когда нам ждать Мы же будем ждать Ирина Вы знаете Я предпочитаю Не ставить Никакие сроки Чтобы потом Не подгонять себя И не чувствовать Что ты должен Что-то сделать Именно к этому времени Так как Мы не выносим Это на продажу Мы с удовольствием Дарим эту музыку Своим слушателям Поэтому Как только Будет Спасибо большое Одна минутка Остается Подводим итоги Хочется подвести Итоги нашего голосования Замечательного Зрительского И со счетом 47-45 Побеждает Ирина Авакова И группа Авокадо Это означает лишь то Что мы в финале программы Слушаем вашу песню Время нашей программы Подходит к концу Спасибо, что пришли Сегодня в нашу студию Теперь песни группы Авокадо И песни Олега Андреева Наши слушатели Смогут услышать В рубрике Наши в эфире По будням С 7 до 9 утра И с 18 до 20 часов вечера Также я рада сообщить Что уже с этих выходных Рубрика Наши в эфире Будет звучать Каждый час С 6 утра До 10 вечера А вас приветы Можно передавать? Ну что же Рубрика Поле чудес Но не успеваем К сожалению Слушаем Замечательную Песню Ирины Аваковой Да, сейчас послушаем Тимур Я немножечко Хотела еще добавить Также Это интервью Вы можете еще раз Услышать В субботу 27 августа В 13 часов На этом мы с вами Прощаемся В студии была Марина Орлова И Тимур Комышанский До встречи